Я бежал вдоль Денистра с товарищем, и я ему как-то ляпнул, что хотелось бы что-то такого, кто бы еще этого не делал. Естественно, у нас, как такие марафоны, по сути, редкое событие в республике, а ультрамарафон, то и подавно, его никогда не было. И вот захотелось пробежать республику с севера на юг. Тяжело изначально было даже во время сна, перед самим стартом. Сны были странные, я сны свои очень четко вычитываю, и я понимал, что 200 я, возможно, не смогу пробежать. Я не мог отменить, потому что все этого ждали, и я тоже, и я понял, что будь как будет, главное пойти на это. Три, два, один, старт! Я благодарен всем, всем администрациям, всем, кто особенно сопровождал, потому что скорые помощи всех районов, они передавали меня, как эстафетную палочку, друг другу, и ребята настолько находились близко, и когда нужна помощь была, они помогали. В общем, работали все. Наша республика действительно красивая. Это настолько впечатляло, что когда бежал, я радовался. Чистые дороги, чистые обочины, может, где-то есть какие-то нюансы, но они настолько незначительны, что, в общем, это произвело большое впечатление. Очень ребята в селах доброжелательные встречались, с цветами, это так было интересно и волнительно, особенно, когда одна из женщин, уже мы с Каменки где-то бежали километров 20, я точно не припоминаю село, выбежала и махала рукой, она, по всей видимости, наверное, имеет гаджет, и участвовала в событиях, что она, видя нас, крикнула, «Где здесь Женя?» Я поднял руку, помыкала, она, «Ой, сынок, всего тебе хорошего!» Я когда увидел детей в жару, в кимоно, которые со мной поднялись на самую вершину этого большого рыбницкого подъема, ну, волнений масса, удовольствия масса, спасибо всем! Возникает вот этот выброс адреналина, который питает тебя, твой мозг, твои эмоции, быть кем-то, стать кем-то и победить себя, чтобы ты был подражанием для того поколения, которое этого не достиг, и, возможно, он достигнет. После того, как уже все закончилось, подсчитал, что я примерно в себя залил около 60 литров жидкости. Ну, это сложно передать. Я, наверное, попробую вам предложить пробежать 155 километров, а потом выступить перед публикой и передать свои эмоции. Это, ну, на самом деле, сложно. И я не мог контролировать себя. Как во время бега, когда тело сказало, все, стой, достаточно, и ты больше ни шагу, ни сделаешь вперед. Так оно и было. А на стадионе, когда ты смотришь, что такая надежда была на тебя, а ты ее не выполнил, обещанная, ну, сложно себя сдержать, поэтому эмоции превратились в слезы. Какая-то задача есть раньше, чем в Азербайдово, но дело в Азербайджане. Мне просто не хочется плавать. Спасибо.